Добрый день! В эфире Кинопанорама с Юрием Рязановым. И у нас в гостях Александр Лобанов, актер, известный по фильмам «Легенда 17», «Царь», «Путевка в жизнь» и еще актер театра. Александр, здравствуйте! Здравствуйте! Александр, ну давайте, наверное, сегодня поговорим больше о фильме «Царь». Нет большего греха, чем царской воле ослушаться, ибо написано «Всякая власть от Бога». Никого не пыщу. Государь перед тобой, Владыка. Не вижу я государя, и могу узнать его и в одеждах этих, и в делах его. Не прикошлось к державе нашей. Как вы считаете, является ли этот фильм православным? Или он как бы светский фильм? Я могу сказать одно, что в процессе создания этого фильма отношение к нему было не как к светскому фильму. Ну, я знаю, что вот как раз Павел Семенович, он брал благословение на этот фильм в патриархии, его благословили. Наверное, это не просто. Наверное, все-таки тема православия там так или иначе затронута. Как вы считаете, удалось ли там раскрыть образ Ивана Грозного с положительной точки зрения Мамонову? Сложно говорить о работах коллег, потому что это коллеги. А вы играли там опричника? Да, опричника. Одного из тех, чьими руками творилось все это. Ну, если мы скажем про опричников, вообще, наверное, это не самые были добрые люди, за что и ругает Ивана Грозного. Вот удалось вам как бы раскрыть образ опричника? Не знаю, я надеюсь, что да. Ну, это не так сложно было, я думаю, что, потому что, в принципе, так сказать, злую стаю играть было... Ну, это просто, это достаточно просто. Это не центральная роль, это не царь. Поэтому, что-то, о чём тут говорить. А то, что Мамонову удалось или не удалось сделать, но я думаю, что это вообще очень сложная работа. Вообще, когда я общался с Улнгиным, с Павлом Семеновичем, он хотел назвать фильм по-другому. Фильм, назван «Царь», мне кажется, неправильно. Вот если бы этот фильм был назван, ну, например, «Подвиг святого Филиппа», фильм бы заиграл бы совсем по-другому. Потому что очень красиво и однозначно раскрыт именно подвиг святого Филиппа. Мне кажется, вот эта сцена в храме очень красива, когда он говорит, что не вижу царя. Ну и потом подвиги, когда человек уходит, добровольно отрекается от власти, от богатства, от известности, современным языком, от влияния в обществе. И добровольно идёт в заточение, и там и творит свои чудеса. Мне кажется, вот в этом фильме удалось это раскрыть. Александр, а вот были какие-то интересные события, замечательные, знаменательные? Да, было одно, особенно такое яркое, это какое-то, я не знаю, как назвать, я бы назвал это чудом. Бутафоры выстраивали храм, который должен был сгореть, который должны были сжечь. По сценарию бутафоры выстрелили храм, и его подожгли, он с куполами, с крестами был. И самое интересное, что он горел, всё это снимали с нескольких ракурсов, всё это достаточно эпично горело. И каково же было удивление, когда он рухнул, и сгорело всё, кроме креста. Крест сверху остался, и крест не сгорел. А хотя крест был деревянный, они не использовали других материалов, никаких. И он, естественно, не был освещен, ничего не было освещено, но просто сам этот факт, он такое оцепенение вызвал у многих. Все стояли, никто не мог понять, почему. Это такой же обыкновенный деревянный материал, который находился на самом верху. Каким образом его не тронуло пламя, мы, честно говоря, так завороженно немного на это смотрели. Но это прям мурашки, прям такой был момент. Интересно, очень интересно. А вот там ещё, кстати, медведь в съёмках участвовал, когда вот там день-день. Да, это происходило при мне, я вот не знаю, как об этом так сказать помягче. В общем, на арене, это, конечно, здорово, когда животных выпускают в кадр, но когда это 500-килограммовый медведь, напротив которого стоит маленькая девочка, которая иконы его останавливает. И, конечно, медведь дрессированный, но мы все прекрасно знаем, что медведи это такие животные, которые могут... Он даже не показывает, что он разозлился, он может просто пришибить любого человека и потом как-то раскаяться в этом. Вот, и такая сцена была, когда он разрывает людей, ну вот на арене, и девочка выбегает, и икона его останавливает. Ну, естественно, там лежали наши коллеги, мои коллеги, актёры, у которых была защита, и тут была рыба или что-то такое, медведь перекусил. Всё это смотрелось, конечно, ужасно, но когда выбежала девочка с иконой и сунула ему икону в морду, то и медведь у него как-то переключила его, и он прям зубами, есть даже где-то эти фотографии, схватил за икону. Он прям вот так вот как... И тут же выбежал его дрессировщик, который просто бросился на медведя, его оттаскивает. Медведь разозлился, она... Но, слава богу, что он схватил за икону, потому что девочка на самом деле была настолько героической, что она даже не повела брови. Мне кажется, она могла ему ещё оплеуху отвесить эту медведю. Любой там здоровый мужики, они когда лежали, их трясло просто от страха. Девочка героически, иди мешка отсюда. Интересная очень профессия актёра, я думаю, там события каждый день. Каждый день. Что-то интересное. На мой взгляд, фильм «Царь» очень интересный, его нужно посмотреть. Он достаточно достоверен в плане и костюмов, и общей атмосферы. А как кто воспринимает царя? Хороший мне один знакомый сказал, что не может быть Иван Грозным святым, даже за тот факт, что он отсёк голову святому Корнилию. То есть не могут они вместе находиться. И потом всё-таки, я думаю, если люди уважают Иван Грозного, за него нужно молиться. И в этом, наверное, единение будет людей православных. Если нам удастся отмолить Ивана Грозного, это будет большая заслуга у нас в стране. Да, согласен с вами. Фильм «Царь» я бы советовал всем ещё раз пересмотреть. Да, с этого угла абсолютно точно. А вот есть немножко пару слов о вас, Александр. Александр, я знаю, что вы, когда учились в школе, часто храм посещали, даже вот церковную, воскресную школу. Так это? Да, да, да. Я ходил в воскресную школу, а потом уже, будучи, так сказать, повзрослевшим молодым человеком, где-то в классе лет в 13, что ли, ну, или даже в 14. Я уже стал кадетом. У нас было такое казачье отделение. Это было всё при Святоданиловском монастыре, а там казачий корпус и вот такая экспериментальная такая воскресная школа, перешедшая в детский-кадетский корпус. Александр, ну вообще, вот, я думаю, вам помогает вот такое церковное образование. Ведь профессия актёра, как и, наверное, спортсмена, но она полна искушений разнообразных. Безусловно. Фильмы, в которых вы играете, они, я бы сказал, знаковые для страны. Ну, просто, если отвечать на вопросы по порядку, то, конечно, воспитание позволяет держать грань и точное понимание, что есть хорошо, что есть плохо. Безусловно, лучше, когда это воспитание церковное, нежели когда там воспитание светское, я так считаю. А вот вы когда учились, вы же заканчивали институт театральный? Да, да. Там, наверное, можно ли было там вот открыто говорить, что вот я человек верующий? Или этот немножко так старались не выпячивать? Не знаю, нет, в этом никогда не было проблем. Ну, то есть, это и скрывать было глупо, и выпячивать это тоже как-то никто не собирался. Нет, это к этому абсолютно нормально относится. Я знаю, что вы хороший семьянин. Вот после такого тяжелого дня рабочего, нет такого там желания сорваться дома, или что-то вот все-таки вы отделяете это. Я знаю, что вы там месяцами там командировки, правильно? Да, но это только командировки, я вас уверяю, только укрепляют. Потому что, ну, когда ты скучаешь по ребенку, поженяют. На кого тут срываться, тут можно только на себя срываться. Александр, но вы хотели бы, чтобы ваш ребенок пошел по вашим стопам, тоже стал актером? Нет. Нет? Хороший ответ. Хороший ответ. Если мы говорим уже о детях, о семье, отличный фильм, в котором мы сыграли, это был «Путевка в жизнь». И там выиграли уже главного героя. Да, это был старшина Дедков. Да, это был старшина Дедков, отделение, спецотделение кинологов, какая-то часть кинологическая, где были эти собаки, куда попал этот мальчишка. И вот там вот в фильме вы как бы занимаетесь воспитанием. И вам дают на поруки Илью Плисова. Это выпускник Суворовского училища. Это впервые вот такое было сочетание игры с ребенком. Причем актер был непрофессиональный. Вот удалось вам с ним как бы найти во время фильма язык общий? Я вам скажу, что это, конечно, фантастический опыт. И для меня, как для актера, действительно очень ценный. Потому что, мало того, что... Понятное дело, что играть с непрофессиональным актером достаточно сложно, тем более, когда это ребенок. Но, с другой стороны, это какие-то новые перспективы. Потому что это ребенок не простой ребенок. А я все-таки их считаю немного особенными, выпускников суворовцев. Потому что я... Мы общались с ним очень много. И я его... Их же там... Там же есть очень такой сложный этот регламент. Потому что когда у съемочной группы выходной, все могут разъехаться, гулять. А куда Илье? Потому что он же... Он суворовец. И он здесь в командировке. И он вынужден будет сидеть в доме, в отеле. И я его забирал с собой. Мы ехали в дом, там жарили еду. И разговаривали с семьей, познакомил его с друзьями. И мы с ним очень много общались. Фантастический... Какая-то у них фантастическая вера в отечество. И фантастический внутренний стержень. И он очень... Они очень правильные люди. В смысле... Правильно повернутый у них правильный вектор. Поэтому, конечно, для меня это был еще опыт такой положительный. В плане того, что мы сошлись. И как-то было очень легко играть. И я был его наставником и вне площадки. Поэтому нам было легко существовать в кадре. То есть, я сознательно к этому стремился, чтобы ему было комфортнее со мной в кадре. Но, в конце концов, это вылилось в такую большую дружбу. Мы общаемся до сих пор. Он отлично сыграл. Но на простой вопрос, хочешь ли ты и дальше сниматься в кино? Наверное, ты знаешь его ответ, да? Ну, я знаю, что и он, и его родители все категорически против. Вот как удивительно, да? Человек не хочет играть в кино, а у него получается. И, ну, я думаю, все равно он себя найдет. Все будет хорошо. И, наверное, давайте пожелаем фильму «Путевка в жизнь» удачи. Потому что хороший фильм, семейный. Ну, там очень красиво сыграл роль полковника Сергея Гармаш, который принял на себя вот эту ответственность, что пусть этот беспризорник живет у нас в части. Пока там документы, пока что-то. Он принял на себя ответственность. Конечно, эту ответственность не все могут принять. Еще один фильм, который я сознательно оставил на потом. На десерт. На десерт. Фильм «Визитная карточка», может быть, даже и ваша карточка визитная. Это «Легенда 17». Я воспитал сборную, которая в состоянии выиграть у любого соперника. Катастрофа не убегает. Харнавов! Фильм, мне кажется, бесспорный в плане того, что когда его смотреть, с кем его смотреть, и поднимает ли он настроение или патриотизм. Вот вы там играли вместе с Данилом Козловским. Это не новичок. Актер профессиональный. Как вот с ним было? Ну, он хороший артист, он профессиональный актер, поэтому с профессионалами всегда легко. Ну, вы в детстве, наверное, в хоккей играли? Никогда. Надо же. Никогда. Я был утвержден, и через два дня начались съемки этого фильма. И ребята уже умели играть, в смысле, они уже катали, потому что они готовились четыре месяца. Да, я был утвержден экстренно за два дня, и вот моя подготовка началась буквально с того момента, как меня утвердили. Ну, наверное, актеру приходится учиться экстренно многим вещам, вот в том числе катанию на коньках, игре в хоккей. Красиво, конечно, там сыграл и Артема Тарасова, Меншиков. Очень красиво. Вот, на ваш взгляд, такой должен быть тренер, немножко жестковатый, или немножко Меншиков переборщил? Да нет, это здорово, когда руководитель имеет стержень. А как руководитель не может быть без внутреннего стержня, потому что тогда за ним никто не пойдет, просто попросту ему никто не поверит. То, что Меншиков переборщил, я не считаю, мне кажется, очень удачно он сделал эту роль, учитывая, что по фактуре, вот так если взять, по фотографиям, взять Меншикова и Тарасова, то кажется, что Тарасов такой пухленький, такой Мишка, а Меншиков все-таки, Олег Евгеньевич, какой-то эстетический персонаж, эстет. И я знаю, что очень много опасений было по этому поводу, но я считаю, что блистательно справился. Здесь это полностью история реальная, это канадцев мы победили, и вообще в то время спорт был легендой, и это легендарные хоккеисты. Я думаю, этот фильм будет запомниться людям на века, его будут смотреть, пересматривать. Я надеюсь. И поэтому, Александр, ну, может быть, вопрос о последней вашей съемках, о работе, может, вы немножко приоткроете зрителям тайну, что нас ожидает в будущем? Мы сняли, уже закончили съемки фильма «Викинг», и он сейчас монтируется, он на постпродакшене сейчас находится. Это фильм о князе Владимире, и главную роль там исполняет Данила Козловский, князь Владимир, собственно. Фильм очень интересный, не буду рассказывать о чем он, сюжет, приходите, смотрите, мне кажется, вам понравится. Фильм готовился достаточно долгое количество времени, насколько я знаю, больше семи лет была подготовка, и на него потрачен большой бюджет, и это, мне кажется, самый крупный, ну, если уж не самый крупный, то один из самых крупных фильмов за последние лет десять. Ну, какие-то батальные будут сражения. Да, 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 сумасшедшие сражения на конях, дракары, викинги, падающие, рушащиеся стены, ну, это действительно очень большой объем такой, историческое такое полотно. Но, мне кажется, что будет очень интересно, по крайней мере, потому что я видел, это, конечно, фантастическое. Зрителям я напоминаю, что в гостях у нас был Александр Лобанов, снялся в замечательных фильмах «Легенда 17», «Путевка в жизнь», «Царь» и «Викинг». Александр, спасибо вам огромное. Спасибо вам. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»